МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чудо света. Икона Матери Божьей умиления в Бобруйске. Что там, где пройдет Матерь Божья пречистыми стопами, это будет граница, которая не переступит враг. Какое диво верующие связывает с ликом святой? А также расширенный список, знак качества и легковой транспорт. Продажи новых авто в первом полугодии превысили показатели 2023-го в два раза. Откуда ажиотаж? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Выздоровление с комфортом. В больнице скорой помощи обновили палаты для ветеранов Великой Отечественной войны. Всего освежили 10 комнат. Внутри удобная медицинская мебель, холодильник, телевизор. Конечно же, основную роль играет медперсонал. Бобруйск славится лучшими медиками. Обеспечить удобство и комфорт помогли Белорусский фонд мира совместно с ведущей компанией по продаже техники. К слову, в Могилевской области открыто более 2000 стационаров для ветеранов ВОИН. На обновление потребовалось порядка 50 тысяч белорусских рублей. То, что делает фонд мира сегодня и областное отделение Могилевского фонда мира, оно, конечно, направлено исключительно на одну принципиальную цель. Это сохранить и укрепить мир в нашем белорусском обществе. И то, что сегодня вот в этой прекрасной, замечательной больнице имени Морзона в Бобруйске происходит, это один из элементов, собственно говоря, нашей деятельности. Потому что, ну, разве возможен мир без хорошего самочувствия человека? Разве возможен мир без заботы о тех, благодаря кому, собственно говоря, мы и живем в этой замечательной мирной атмосфере в нашей стране, без людей старшего возраста, без ветеранов воин и труда, которые сделали все сегодня, чтобы у нас была возможность развиваться и иметь завтрашний день. Палата хорошая, ремонт произошел, подарили нам холодильник, телевизор. Вообще, другая обстановочка, помогает даже выздоровлению. Еще не важны медицинские кадры, профессионально обученные, но, тем не менее, конечно, и бытовая техника, и медицинская мебель, и, в целом, создаваемый антураж в палате, естественно, это все идет на улучшение материально-технической базы учреждений. Естественно, это приносит определенный комфорт для наших пациентов. Конечно, это важно для выздоровления в том числе. После торжественного перерезания ленты делегация направилась возложить цветы к памятнику воинам Первого Белорусского фронта. Этот год не только проходит под эгидой качества. В 24-м ровно 80 лет со дня полного освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Биржевые операции. Могилевские правоохранители пресекли деятельность несовершеннолетнего криптовалютчика. Выявить правонарушителя смогли сотрудники отделения по противодействию киберпреступности. Незаконным оборотом крипты занимался 17-летний учащийся одного из колледжей областного центра. Молодой человек на протяжении месяца проводил операции по купле-продаже криптовалюты на специализированных биржах. Полученную прибыль увозил через открытые в различных банках своими счета. Его нелегальный заработок составил более 26 тысяч белорусских рублей. Подросток привлечен к административной ответственности за незаконное предпринимательство. Санкции статьи предусматривают штраф и обращение в госдоход оборота денежных средств. В один клик белорусский вкус и в последний раз. Белнефтехим поднимает стоимость топлива. Насколько? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Китай продолжает импортировать отечественную продукцию. Из нашей страны на рынок Поднебесной поступают молочные и мясные товары, шоколад, кондитерские изделия и многое другое. За январь-май 2024 закупки рапсового масла из Беларуси превысили 120 миллионов долларов. Замороженные говядины – 37,7, сыворотки – 16,6 миллионов. Министерство по налогам и сборам разъяснило нюансы перехода на использование платежных терминалов в отдельных сферах. С 1 июля следующего года расширяется перечень объектов, в которых субъекты хозяйствования используют кассовое оборудование. В список вошли разносная торговля, оказание услуг и продажа товаров в поездах городских, региональных, межрегиональных, международных коммерческих линий, автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении. Продажи новых авто в первом полугодии 2024-го превысили показатели 23-го в два раза. За июнь делеры реализовали в стране свыше 4000 машин, почти на 16% больше, чем в мае. Продолжает расти популярность электромобилей и гибридов. Представители этого сегмента превысили 5% от общего объема продаж легкового транспорта. Справку об одноразовой субсидии, необходимой для строительства или покупки жилья, теперь можно получить онлайн. Для этого на едином портале электронных услуг необходимо подтвердить личность с помощью цифровой подписи или электронной карты. Затем выбрать нужную административную процедуру и заполнить данные. Белнефтехим вновь поднимает цены на автомобильное топливо. С 9 июля оно подорожает на одну копейку. АИ-92 обойдется в 2,34. 95-й и дизель 2,44. 98-й 2,66. Стоимость бензина начала расти 21 мая. Как анонсировали в концерне, текущее подорожание должно стать последним. Цвети папороть-кветка. В Александрии отгремел республиканский праздник Купалье. Самый народный фестиваль собрал под 100 тысяч гостей. Национальная кухня, работы мастеров, галоконцерт, салют. Роман Костюков присоединился к большому празднику. Праздник Купалье давно бренд гостеприимной Александрийской земли. Фестиваль берет начало с 2010-го и с тех пор приобретает все больший и больший масштаб. Место проведения тоже символично. Издавна Днепр был местом притяжения самых разных народов. Так и сегодня. Десятки тысяч гостей съезжаются с разных регионов Беларуси и зарубежья. Предприятия, организации, артисты, ремесленники. Бобруйск не остается в стране. Бобруйск сегодня представил не только качественные товары нашего города, но также и работу качественную наших мастеров. Наши мастера сегодня представляют деревообработку, а также они сегодня для всех желающих пьетут венки, делятся своими секретами успешной работы. Доски, минажницы, также изделия ручной работы, вышиванки, различные пояса, которые можно не только самим попробовать, но также приобрести, купить и поделиться с окружающими. Поэтому Бобруйск рад всех видеть и, конечно, делится своим мастерством. На площадке «Вянок народной творчести» в свое подворье организовали рукоделы. Вязаные куклы, ткацкие изделия, керамика. Притягивают торговые ряды как старшее поколение, так и молодежь. Одни идут за чувством ностальгии, другие – за интересом. Вы видите, что мы не однообразные работы идем, разноплановые, да? От мягкой игрушки, колокольчики, горшочки, магнитики, кушаные горшки. Все для людей. Показать себя во всей красе. Каждая точка буквально сражается за звание самой креативной. Вокруг бобруйских площадок ажиотаж. Мясокомбинат завлекает гостей ярким танцполом фотозоной и харизматичным ведущим. Мы с удовольствием принимаем участие сегодня в празднике. Александрия собирает друзей и привезли для наших гостей шашлыки, колбаски, веселое настроение, нашу теплую душу и объятия. Мы всегда привозим все самое лучшее в Александрию. И Александрия щедро к нам отдает тем же добром. Огромный ажиотаж за сладостями красного пищевика. Как видим, за прилавком с дегустацией просто не пройти. Скажите, вы что-то уже успели попробовать? Да, попробовали мармелад. И как? Очень вкусно. Слава сладостей пищевика не знает границ. Оттого всякий проходящий мимо хоть на минуту, но становится сладкоежкой. Среди угощений уже ставшие традиционными перепелиные яйца, мармелад и, конечно же, зефирный торт. Мы традиционно его готовим к каждому празднику, но обычно мы его как-то оригинально украшаем. В этом году тоже будет с логотипом Александрии. Сегодня Александрийская земля станет немножко слаще от красного пищевика. За колорит и настроение гостей на празднике отвечают актеры Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича. На каждом шагу бабочка, гусеница, стрекоза. Артисты в образе миловидных насекомых на средствах персональной мобильности спасают размахом крыльев от солнца. Мы в третий раз принимаем участие в гуляниях. Мы, думаю, будем приезжать еще радовать гостей своими образами. В этом году Александрия собрала под 100 тысяч друзей. 25-летие союзного государства лейтмотив праздника. Красной нитью проходит тема года качества в Беларуси, года семьи в России. 80-летие освобождения нашей страны. Связь поколений. Сегодня уже визитная карточка фестиваля. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Двойной праздник. Двух бобруйчанок, которые появились на свет в День независимости, поздравило руководство города. Доброй традиции, знаковые для Республики дни, приветствовать молодых мам. Особенно, когда детишки рождаются в главный государственный праздник. Родильный дом посетили председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская и руководители общественного объединения «Белая Русь», Ленинского и Первомайского районов. Девушкам памятные подарки и искренние слова поддержки и благодарности. Это было необычно для меня, потому что мы, если честно, не ждали, что это будет именно 3 июля, потому что нам чуть-чуть попозже ставили дату. Но так сошли звезды, и наша девочка появилась 3 числа. Мы сегодня видим, какие замечательные мамы молодые, какие они испытывают замечательные эмоции, потому что рождение ребенка в семье – это всегда счастье, это всегда радость, это всегда большая ответственность. Искренне хочется пожелать нашим юным бобруйчанам, чтобы они росли счастливыми, здоровыми, удачи им. И мы уверены, что впоследствии они станут настоящими гражданами нашей страны. Теперь малышки и их семьи будут отмечать два праздника – День независимости и День рождения. 3 июля, напомним, в стране на свет появилось 158 малышей. Две девочки в Минске и Борисове родились в первую минуту. Матерь Божия – единственная в мире двусторонняя мироточивая икона в Бобруйске. Великая святыня прибыла в храм Покрова Пресвятой Богородицы при Центре Покрова 5 июля. Уникальная ее предыстория – 1994-й, поселок Локоть, Брянская область. 26 лет назад местная жительница этого поселка Мурашкина Тария Николаевна приобрела в местном магазине просроченный календарь с ликом Матери Божией, который продавщица хотела выбросить. Принесла домой, отрезала численник и повесила дома как икону. По прошествии времени образ стал благоухать, замиротучил. Об этом сообщили правящему архиерею. И когда сняли со стены, увидели, что на обратной стороне она явила другой образ, только уже не рукотворный. А когда икона получила всероссийскую, а позже всемирную известность, икону решили одеть в ризы. Эти ризы делали в Москве, в Софрино. И мастер-патриарх Алексея II, работая над ризой, заметил, что кроме лика Матери Божией здесь присутствует еще одно изображение, которое раньше никто не видел и не замечал. Оно находится вот здесь. Этот образ мы все прекрасно знаем. Лик распятого Христа, так как мы его знаем по изображению на Туринской плащанице. Этот образ сейчас одет на иконе ризы в виде стопы. Здесь правая стопа, а здесь левая. Икона прошла более 15 тысяч километров по России, Молдове, Грузии и вернулась в Беларусь по многочисленным просьбам верующих. Образ Божией Матери у Миления – любимая икона преподобного Серафима Саровского. Она была в числе тех, которая находилась в его келье. И даже когда он уже закончил свою земную жизнь, преподобного Серафима нашли дома в его келье со склоненными коленями. Он молился перед этой иконой Богородицы и отошел в вечность именно перед этой иконой. По благословению Серафима, епископа Бобруйского и Быховского, икона будет пребывать в храме по 12 июля. Приложиться к святыне можно ежедневно с 8 до 18. Молебен с акафистом совершается в 10, 15 и 17 часов. Сразу после новостей смотрите новый выпуск историко-культурного проекта «Старый город». Декорированные пилястры и окна с лучковыми перемычками. Суконом-мануфактурный магазин, аптека, страховые компании и типография. Дом с историей социалистической 103. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!